Возможности российской армии продемонстрировали в Севастополе во время акции служба по контракту. Там развернули выставку с образцами вооружений, устроили концерт для горожан. После предыдущего такого праздника в ряды вооруженных сил записались полторы тысячи человек. В этот раз ажиотажа добавили показательные выступления знаменитых русских витязей. Летчики в том числе хотели поддержать местных жителей, оказавшихся на время в энергетической блокаде. С подробностями Илья Костин. Шум турбин над Севастопольской бухтой и их фирменный почерк. Такие сложные элементы высшего пилотажа на тяжелых боевых истребителях Су-27 выполняют только русские витязи. Чтобы посмотреть на эти головокружительные трюки, места на пристани нужно было занимать заранее. Пришли целыми семьями. Летчики просто асы. Те фигуры, которые они выполняли, мы, конечно, очень много фотографировали. Остались очень довольны. И впечатление у нас грандиозное. Это наша защита. И наша гордость, конечно же. Авиационное шоу в Севастополе устраивают уже не впервые. Организаторы не скрывали, в этот раз праздник состоялся, чтобы еще и поддержать жителей Крыма в непростой для них ситуации. Севастополь стойко выдержал вот это вот отключение электроэнергии, я еще раз говорю, изуверское. Мы взорвали, пытались некоторыми миговатыми поставить на колени народ. Мы хотим показать, что народ Крыма не один. Мы защитим в любом случае везде и всюду, где бы это ни было. И поэтому мы сегодня здесь. И мы хотим, чтобы крымчане были в наших рядах. Свет не на кухнях, а в сердцах и в душах севастопольцев. Поэтому севастопольцев не сломить. Патриотический дух самый высокий. Тут же в палатках приглашают на учебу в авиационное училище. Никита со своим будущим говорит, уже определился. Я думал еще над выбором, но вот сейчас я точно определился, что буду поступать в Краснодарское летное училище. Физическая подготовка впервые всего требуется. И, естественно, хорошее знание физических наук, то есть физика, математика. То есть то, что я реально умею и в чем я разбираюсь. На площади Нахимова выставка военной техники. Зенитно-ракетный комплекс С-300 привлек к себе особое внимание. Рядом все желающие могли своими руками потрогать передовые образцы российского оружия. Все можно брать, потрогать, увидеть, ощутить. Оружие понравились, костюмы у вас вообще красивые. Бетля Нестерова, синхронные бочки и виражи. Развороты в составе звеньев. Всматриваясь в синеву с облаками, они старались, кажется, ничего не пропустить. Те, кто живет у моря, но мечтает о небе.